Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы озвучиваем занятие, которое я потеряю с 91 года. По событиям. Какая-то тема. Что-то... Кость. Там кто-то упали наши. Или с коня упал один. Перелом ноги. Я сразу тему взял кости. Пошли. Кости. Слово кости встречается 134 раза в Библии. И только в Псалтире встречается 17 раз. Псалом 50, стих 10. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Вот так. Слово ухо встречается в Библии 187 раз. Глаз 492 раза. Сердце 1064 раза. Голова 431 раз. Уже можно сравнивать. Во что? Дальше. В Потеряевке много костей ломается. Если бы задуматься, за что? Это слово мы встречаем уже в раю. Ни глаза, ни уши, но кости. Бытие 223. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Кости – это каркас, как у палатки и стояки, и кожа натянута. Не зря говорят про это. Были бы кости, а мясо нарастет. Специалисты говорят, что у человека только в ребре нет мозга. И обыгрывая это, наталкивают на мысль о бестолковости женщин. Притом, ни одна кость так не изогнута, да еще и в ненужную сторону. Это уже из области женатых. Это Рождество по костям перешло на всех людей. Бытие 29.14. Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя, и жил у него Иаков целый месяц. Люди очень заботились о костях. Плоть сгнивает и очень быстро. Кости же остаются. При ним определяют родственников. Так поступили с костями, найденными под Екатеринбургом. Русский царь Николай там окончил свои многострадальные дни. Нашли его родственника в других странах. И оказалось, что в нем всего только 5% русского. Иосиф заботился о своих костях. Бытие 50.25. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. Родство в людях сохранялось по родовым признакам. Судей 9.2. Внушите всем жителям Сихемским. Что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов и ироваловых, или чтобы владел один? И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша. Кости обладают какой-то энергией. Это видно по мавзолею, как эту заразу держат. Злой тлен свой распространяют на всех. Раньше и всегда было так. Кто умирал, герой ли какой. И хоронили фараонов. Но чтобы люди охраняли день и ночь этого людоеда, такого не было. Кровеобразующий мозг находится в костях. Гробы, это как пещеры были в Палестине. 4 царств 13.21. И было, что когда погребали одного человека, то увидев это полчища, погребавшие бросили этого человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся кости Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Ожил, увидел врагов и, видимо, тоже за своими родными бросился спасаться. Человек состоит на 76,4% из воды, а кости из извести. 4 царств 23.16. 5 царств 24.16. У анаитов есть понятие ауры, а у нас нет этого. Но что-то в этом есть. Иофф 20.11. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Отец Григорий Дьяченко доказывает, что есть это свечение человека, какое-то энергетическое поле. Грехи юности. Это речь о блуде. Что в костях? Сифилис? У старообрядцев еще сохраняются эти правила. Что если юноша после крещения упал в грех, так и говорят, что не сохранил себя. Его кандидатура навсегда сходит с арены, ему же не быть священником. Псалом 33.21. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Что заключается в том, что человек ломает кости. На страже костей как бы сам Бог стоит. Это было в пророчествах. И про пасхального агнца сказано, что даже после смерти его кости нельзя было ломать. Что это? Исход 12.46. В одном доме должно есть ее. Не оставляйте от нее до утра. Не выносите мясо вон из дома и кости ее. Не сокрушайте. Псалом 34.10. Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Растет человек, и кости его пропорционально растут. Все растет, но у человека уже при рождении непропорциональная голова. Авансом природа дает ему компьютерный центр. В человеческом организме растут с возрастом все кости, кроме двух косточек в ухе, наковальни и молоточка. Ударьте в большой колокол большим языком, и звук будет мощный, басовитый. Или бутылки с водой большие и маленькие, звук будет разный, так и в ухе. Если бы наковальня росла или молоточек, то ребенок каждый день слышал бы новый голос своей матери, а у него уже в утробе навык есть слышать голос, тембр матери и реагировать на него. Кто так премудро придумал, чтобы эти две косточки были одинаковые и в день рождения, и в день смерти? Это удивительность уже. Голосовые связки могут меняться. Мутация голоса происходит, и мы реагируем на изменения в голосе. Узнаем печаль или радость, боль или тоску. Ухо же все фиксирует точно по высоте каждой ноты. Премудрый творец все так премудро сотворил, и вот все хорошо и весьма хорошо. Знал ли про это Соломон? Притча 12.14 Добродетельная жена венец для мужа своего, а позорная, как виниль в костях его. Еще себе. Главная боль в костях жена. Зубы это тоже кости, и пересчитывает их Бог за грехи. Псалом 3.8 Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в планету всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. Когда согрешаешь, то Бог так по ребрам пройдется, как по штакету палкой. Псалом 3.138.15 Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Никто не участвует в сложении человека, но каждая косточка на месте. Как чудно устроены кости, какие углубления, зацепочки, разные дырочки в них, где пошире, где плоские совсем. И так стянуты сухожилиями, что смазка только поступает в них, а дальше они не расходятся. Но когда умрет, высе кости по сторонам. Псалом 21.15 Я пролился, как вода. Высе кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Не соберешь их, не составишь. Притча 14.13 Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Серахал 26.16 Любезность жены усладит ее мужа, и благоразумие ее уточнит кости его. Притча 16.24 Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Притча 17.22 Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Унылость приходит от плохо сделанного дела, от неумения, от того, что не так, как предполагал. Значит, плохо обдумали. Что не по-нашему. Везде у вас солома, сено до половины лета, особенно у Павла и у Пети. И сварка тут же. Посмотришь, и от страха пожара уже унылость. Притча 25.15 Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Притча 15.30 Светлый взгляд радует сердце. Добрая весть уточняет кости. Добрая весть есть благовестие. Кто отдался на служение Христу, у того цвет лица нормальный, ибо кровь образуется в костях. Так на медике говорят. Знания везде будут очень обширные, а о костях знания будут всегда скудные. У нашего отца ноги были вывернуты ступней внутрь, и такие же у нас, и никакими уколами их не вывернешь нам. Экклезиаста 19.15 Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в очлеве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Если ты на самом деле верующий, ты с радостью будешь всем возвещать о спасении во Христе. Видя беззаконие, хотел бы молчать, но внутренний дух будет рваться из тебя наружу. Иеремия 29. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Прошу каждый раз, когда богослужение, старайтесь, чтобы хотя один человек из вашего дома был в церкви. Иначе боязно за вас, чтобы не подпали проклятию Мирозову. Судей 5.23. Прокляните Мироз, говорит ангел Господень, прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми. Иеремия 23.9. О пророках. Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино ради Господа и ради святых слов его. Сирахов 28.20. Удар беча делают рубцы, а удар языка сокрушит кости. Из костей делают клей деревянный, в гранулах или в плитках. Когда людей сжигали, то делали удобрения на поля Германии. В Париже есть Эйфелева башня, построена, спроектирована Гюставом Эйфелем. 150 тысяч деталей в ней говорят. И через 100 лет медики обнаружили, что он скопировал коленный сустав, и все сочленения точно повторяются. Вот чудо какое. Говорят, что кости в три раза прочнее стали. Вот показываю вам, как срастаются косточки. Этого Павла Петушок попал в корове под ноги, и был перелом. Я показал, как. Вот так рядом. Вот так вот. Не так вот, как у человека, а вот так рядом вдруг. И он короткий прихрамывал все время. И тут все это заплавило, как будто бы сварка прошла. И когда он дрался, то другие его товарищи одолевали его с той стороны. И когда копали картошку, Павел заколол его нашим работникам. И вот как она сосрослась, совсем даже не прямо, а рядом наложилась и сплавилась каким-то прочнейшим составом, рукой не разломишь. Так и в человеке. Когда срастаться начинает, то слышно, как бы током в то место бьет. Это какие-то вещества погнал организм в это место. Наша страна дала миру удивительного костника Елизарова, который наращивал кости на несколько сантиметров. Враги покушаются на кости верных. Так понимают и пророки. Михей 3.2 А вы ненавидите доброе и любите злое. Сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Михей 3.3 Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел. Голову карася собрать труднее, чем микросхему. Так мне говорил человек, мастер в электротехнике. Это, видимо, оборвана, все дальше нету. Такие вот обрывышни. Ну, понятно. Отрываем, потом другой.